Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Мы потихонечку с вами, как босинки на ниточку, нанизываем наши знания о винных технологиях и сегодня разговариваем об одной из них, о термовинификации, что это такое, какие есть разновидности, для чего это нужно и как все это осуществить. Итак, есть литературные данные, что еще древнеримляне и греки применяли определенные термотехнологии. Они не сбраживали виноград на мезге, а уваривали его в больших чанах и потом уже сбраживали чистый сок. Ну, так это или не так, но мы, к сожалению, не можем поехать и уточнить у них. Но эти технологии известны давно. Для чего вообще нужны вот эти вот термотехнологии и подогрев винограда? Если нам нужно заменить сбраживание на мезге, ну, по каким-то причинам, да. Кроме того, вот я когда стала искать статьи про термовинификацию, оказывается, сейчас ее очень широко применяют в промышленности и есть куча оборудования специально для этого. То есть считается, что так лучше извлекаются красящие вещества, такие вина, такие сусла получаются более мягкими, более слаженными, более бархатистыми. Сейчас мы говорим о красных винах, потом я коснусь чуть больше вот этих самых термотехнологий и расскажу, в каком случае мы их можем применять для белых вин, для светлых вин. А теперь поговорим непосредственно о самих технологиях и их есть, ну, как бы, два направления. Первое, это вот то, о чем я уже сказала, нагрев мезги. Ну, смотрите, насколько это применимо в домашних условиях. Да, с одной стороны, как бы мы можем заменить этим брожением на мезге, ну, допустим, если у нас нет времени, вот повысить какую-то концентрацию красящих веществ и так далее. Но какие здесь есть подводные камни, я вам уже сказала, что в промышленности, то есть есть определенное оборудование. Если мы применяем это дома, смотрите, одно дело, с ним мы берем целый виноград, ягодки, и его нагреваем. Ну, это одни химические процессы. Если у нас уже ягодка раздавлена, то пока мы нагреем до нужной температуры, идет нагрев вообще до где-то 50-60 градусов в течение где-то 30-40 минут. Так вот, если мы просто берем вот это все подробили, то пока мы до нужной температуры, конечно, при такой температуре уже окислительные ферменты разрушаются, но пока до этой температуры наше сусло, наше мезгадо идет, то будет идти процесс окисления. Поэтому в промышленности это все идет в закрытых емкостях раз. Ну, то есть тогда надо сульфитировать, и как вот такие вещи осуществить дома в домашних условиях. Но, честно говоря, я пока теряюсь в догадках. Кроме того, вам нужно понимать, что если мы вот так сильно нагреваем мезгу, да, у нас есть определенные плюсы. Разрушается окислительный фермент, идет повышенная экстракция красящих веществ, дубильных веществ, но наряду с этим разрушается и пектолитический фермент. Что это такое? Тот фермент, который нам в дальнейшем позволит наше сусло, наше вино осветлить. И вот такие вина, если мы подогреваем мезгу, все, такие вина осветляются крайне плохо. Желатин их не осветлит. Там надо использовать исключительные ферменты и никак иначе. То есть без применения чего-либо такие вина будут очень мутными. И в принципе, то есть сейчас, да, есть оборудование, много-много всего, но раньше, ну насколько раньше, летом 30-40 назад, вот то, что описано было в литературе, если и нагревали мезгу, то только определенную часть, по-моему, там в районе 1 десятой. И тогда все смешивали. Только таким образом, потому что, ну вот эти самые ферментов тогда таких не было, как есть сейчас, в принципе, наверное, практически в любом магазине, которые продают товары для виноделия, самогоноварения и прочего, можно эти самые ферменты найти. То есть, ну, все это можно сделать. А вопрос, нужно ли? Потому что, напомню, то есть, может быть еще вопрос с окислением вот до того момента, когда мы нагрели. То есть, хорошо бы это нагревать в закрытых емкостях, чтобы там не было доступа кислорода, ну, в домашних условиях это осуществить достаточно сложно. Да, еще добавлю, что такие сусла, даже если полностью нагреты, они прекрасно потом забраживают. Конечно, можно добавить туда чистую культуру дрожжей, но здесь у нас еще все равно, так или иначе, дрожжи летают. И такие сусла хорошо забраживают. Более того, там освобождается много всякой еды для дрожжей, и такие сусла бродят более стабильно. Но сейчас мы с вами поговорим о второй термотехнологии. Она гораздо более простая, более применимая в домашних условиях. Я в прошлом сезоне уже ее показывала, и в этом сезоне я применяю ее второй год. Это кратковременная обработка целых гроздей. Можно обрабатывать паром, можно макать в кипяток. Можно не в кипяток, даже там просто сильно горящая вода, где-то 70-80 градусов. Ну, как правило, получается так. Мы кастрюльку нагрели, гроздочку обмакнули. Первую, вторую, там водичка чуть охлаждается. То есть приблизительно мы выходим на вот эти 70-80 градусов. А сейчас я все покажу это на практике, как я все это делала. Но прежде чем мы это посмотрим, я скажу, для чего это применяется. Итак, в каком случае мы применяем эту технологию? Первое, то, о чем я уже сказала. Повышенное выделение красящих веществ. Хотя лично я использовала, правда, с несколькими другими целями, эту технологию для белого винограда. И у белого винограда, ну, я не заметила, чтобы он как-то очень сильно окрасился. Эта технология нам может заменить выдержку на мизге. Хотя я все равно выдержку на мизге делала, ну, по своим определенным целям. Мне так захотелось. И еще такая обработка позволяет нам убить окислительный фермент. Окислительный фермент, он приводит к изменению цвета вин. Красные вина могут становиться такими кирпичными, вплоть до шоколадных. А белые вина становятся рыжими, такими ржавыми и некрасивыми. И, конечно, могут ухудшаться вкусовые качества. Так, если у нас здоровый виноград, если мы выдерживаем как бы все температурные режимы, то для нас это не так актуально. Но если, например, мы работаем с белым виноградом, а в это время стоит жара, а этот белый виноград склонен к окислению, то такая технология, если мы не хотим применять серу, будет нам очень актуальна. И будет помогать нам. Кроме того, такая технология, очень хороша, если у нас порченый виноград. Если он с гнилями, потому что в гнилях содержится очень активный окислительный фермент. И даже несколько гнилых ягодок очень сильно могут ухудшить качество сусла. Ну и, конечно, бывает так, что винограда, например, у нас много, и детально перебрать каждую ягодку у нас нет возможности. Ну, давайте говорить откровенно. Да, так бывает. И в таком случае вот эта технология, опять же, если мы не хотим применять серу, станет нам просто палочкой-вручалочкой. Ну и лично я применяю эту технологию как раз-таки для, скажем так, предпоследнего пункта, когда я хочу уменьшить окисление. Когда я работала со светлым виноградом, в этом году я применила эту технологию для винограда сорта Зигиреба на его примере. Кое-что мы и будем смотреть, потому что мускатные сорта, для них окисление, ну, очень сильно может испортить вкус вот этого самого муската. Поэтому, скажем так, пробую на нем. В прошлом году я это делала на реформе, которую ставила для шампанского. Потому что для шампанского тоже очень важно, чтобы там окисление было минимальным. Поскольку я не хочу работать с серой, ну, это моя принципиальная позиция, то я использую вот такие технологии. Такие сусла замечательно бродят. Мы, конечно, можем добавить закваску, либо, если хотите, чистой культурой дрожжей. Это уже, как говорится, по вашему желанию. Но такие сусла прекрасно все меняются тем, что есть. Плюс где-то на гроздочках. Остаются дрожжи и прекрасно они сбраживают. Также такая температурная обработка, как и в предыдущем случае, делает доступными питательные вещества для дрожжей. И такие сусла бродят просто замечательно. Мало того, практически при любой температуре. Я вам чуть позже это покажу. Ну, собственно говоря, я вам рассказала, для чего это делается, для чего это делаю я. Ну, а сейчас уже показываю на практике, как это все выглядит, как это все сделать. Обработка, термическая обработка ягод и гроздей нам дает, что убивает окислительный фермент и убивает окислительный фермент, который дает гнили. А у гнили он гораздо более агрессивный. Тем не менее, по возможности лично я все-таки гнилые ягодки, где я буду видеть, я их немножко уберу. Хотя литература рекомендует именно такой способ обработки, если виноград серьезно подгнивший. Суть технологии. Видите, там уже плавает паучок. Горячая, почти кипящая вода. Учебники рекомендуют кипящее, горячее сусло. Ну, сусло у нас нет, они такие, мы богатые, поэтому используем воду. То есть, либо такой вариант, вариант второй, обработка паром. Либо можно взять большую емкость и на сито какое-то выложить, если у вас большой объем, либо вариант другой парогенератор. Можно пробовать. Ну, я делаю попроще. У меня кастрюлька и гроздочки в кипятки. Вот в эту горячую воду я буквально обмакнула. И все. Что при этом происходит? При этом окислительные ферменты, которые дает гниль, либо окислительные ферменты самой ягоды, они разрушаются. Но внутри ягода не прогревается, поэтому ничего в ней больше, кроме вот этого самого окислительного фермента, не убивается. Такие сусла хорошо бродят, такие сусла хорошо осветляются, потому что воздействие температуры кратковременное и поверхностное. Смотрите, после того, как я вот в горячую воду поокунала, я раскладываю чистенькие хлопчатобумажные тряпочки, на них все это выкладываю, чтобы мои гроздочки все обсохли, обтекли, и с них вот эта вот лишняя вода ушла, ведь в сусле она нам не нужна. После того, как все грозди обработаны, у нас есть несколько вариантов. Вариант первый. Мы можем их отпрессовывать по белому, и если вы так будете делать, мой совет гребней не убирать. Прессовать с гребнями. Так получается сусло лучшего качества, и так оно прессуется лучше, сукодача тоже лучше. Вариант номер два. Мы можем обобрать ягоду, подробить ее, и еще несколько дней, но столько, сколько нам нужно подержать на мезге. Потому что, напомню, что целей термообработки у нас может быть несколько. Это может быть более насыщенным по цвету вино. Кстати, вот такая термообработка, она дает более ярко окрашенное сусло. Второе. Это убить окислительный фермент, что я и делаю в данном моем конкретном случае. Ну и третье. Если, допустим, у нас там были гнили, то это тоже помогает сохранить виноград, защитить его от окисления, и сделать вином более качественным. Поэтому, в зависимости от ваших целей, от того, какое вино вы хотите получить, в зависимости от того, для чего вы делали эту самую термообработку, вы выбираете дальнейшую технологию. В прошлом году, когда я делала Антоний Великий по белому, то, понятно, я его прессовала с гребнями. Когда я обрабатывала так реформу, в прошлом году, и в этом я все равно оставляла еще сусло на мезге несколько дней, оно бродило, набирало ароматику. Для реформа это было классно. Кстати, по окраске. Вот в светлых суслах я не заметила того, что она бы стала какая-то более яркая. Все равно сусло получилось светлое, хорошего, я бы сказала, близко к классическому белого цвета. Все, все как надо. С темными, да, возможно, будем пробовать, будем экспериментировать. В данном случае, поскольку это у меня зегиребы, сорт высокоароматный, сорт мускатный. Кстати, вот после того, как покнула гроздь, здесь прямо запах муската стоит. Вот это очень чувствуется. Так вот, я сейчас ягоду сниму с гребня, подроблю и поставлю на пару дней, чтобы все-таки аромат напитался. Сколько дней посмотрим. И дело в том, что вот такие сусла незамечательно забраживают даже без заквасок, без ничего. Сейчас у нас температура на улице, особенно ночная, низкая. И я оставлю это сусло без добавления пока что закваски само по себе на веранде. Я думаю, что температура будет порядка 10 градусов. И, в общем-то, у меня получится практически холодная мацерация. Ну, и делаю я это в данном случае, потому что здесь высокая такая ароматика. Другие, например, темное сусло. Можно ягоду дробить и ставить уже сразу нормальное на брожение. Можно даже сразу поставить закваску и запустить брожение вот в ближайшее время. А вот смотрите, температура у нас на датчике где-то 8 градусов. И смотрите, как оно. Оно не просто бродит. Оно так очень активно бродит. Даже при такой температуре. И не надо тут никаких подкормок, ничего добавлять. То есть здесь единственное, что было сделано с этим суслом, это оно было термически обработано. И при таких условиях бродит оно как часики. Вот смотрите, это сусло из реформа. Оно еще, конечно, бродит. Но, в принципе, все уже идет к концу. Цвет. Он не коричневый. Смотрите, светлый, красивый. И, в принципе, я бы сказала, что и достаточно прозрачный для этого времени. Вполне температура брожения у нас порядка 16 градусов. Замечательно, стабильно бродит. Ну и вот цвет. При том, что конкретно это сусло, оно еще стояло на мезге дня 3. Ну и вот к такому цвету мы пришли. Тоже вам немножко камера показывает теннее. На самом деле светлее. Ну, цвет для светлого сусла очень хороший. Такой, как он и должен быть. Кроме температуры, ничего больше здесь не применялось. Повторю, что эту технологию я применяю второй год. Она мне очень нравится. Результаты я вам показала. То есть стабильно бродит, конечно, по зигеребу. Я еще потом, если получится, отдельно сделаю ролик сравнения. Дело в том, что я еще специально стала маленькую баночку. Вообще без ничего. Ну, чтобы сравнить, что получилось при термотехнологии и что получилось при обычной технологии, поскольку там мускат, то будет с чем сравнить. Ну, вот для реформы я применяю это второй год. И те, кто смотрел мои ролики про шампанское, я показывала его цвет. Несмотря на то, что виноград как бы постоял еще на мезге, контакт с кожицей, тем не менее, итоговый продукт получился очень светло, красивый по цвету и, конечно, очень ароматный. Ну, а на что бы я хотела обратить ваше внимание. Не надо применять эту технологию абсолютно ко всем сортам винограда. Применяйте ее только тогда, когда вы считаете это действительно необходимым. Ну, вот лично я вижу хорошее ее применение. Это для мускатов. Ну, там надо еще смотреть, поскольку вот эти вот данные, что мускатные тона очень быстро и сильно окисляются и портится вкус вина. То есть, на себе я пока не попробовала. А для светлого винограда вот в прошлом сезоне я применяла это для реформы, но потом еще держала его на мезге и применяла для Антония Великого, когда делала его полностью по белому способу. Ну, вот там я это делала для предотвращения окисления. Также напомню, что эту же технологию хорошо применять, если у нас подпорченный виноград и вы не хотите использовать серу. Вместе с тем, даже для светлых сортов винограда, в принципе, с некоторыми сортами я работаю и делаю их по красному способу, ничем не обрабатываю, ничего не добавляю, и у меня получается хорошая, нормальная вина, абсолютно без каких-то следов, порчи, в виде этого самого окисления. При этом напомню, что эту же технологию мы можем применять к разным сортам винограда, особенно, когда они у нас не совсем дозревшие, не набрали фенольную зрелость. В таком случае мы с одной стороны берем максимум красящих веществ, и вина наша получается мягче, без вот этих вот жестких таких травянистых тонов, которые свойственны именно такому недозрелому винограду, который не набрал полностью фенольную зрелость. И такие вина, да, по вкусу они могут быть ближе к розовым, но по окраске, по интенсивности ближе к красным. То есть таким способом мы также можем улучшить качество наших вин, в случае, если у нас немножечко с сырьем не вышло. Ну, конечно, если с сырьем все хорошо, с красным, то вполне можно обойтись и без каких-либо дополнительных обработок. напоследок, если кто-то считает, что это очень сложно, это очень тяжело, ну, на самом деле не сложно и не тяжело. Конечно, можно макать в горячую воду, с другой стороны тоже никто не мешает макать, не по грозди, а взять какой-то большой таз, взять большой дуршлаг, сито, грозди загрузить, погрузить, либо вообще подвесить над этой самой большой емкостью с паром и немножечко подержать. Кроме того, есть парогенераторы, а вообще было бы желание, возможности можно найти. Но касательно вот этого метода в промышленности его применяют очень редко. Почему? Потому что там большие объемы и такой метод достаточно дорогостоящий. Вместе с тем мы в своих домашних условиях вполне можем его себе позволить. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!